«Какому бы решению Братский Азербайджан не отдал предпочтение для освобождения оккупированных земель, мы находимся рядом с ним», – об этом заявил глава МИД Турции Мевлюд Чавашоглу. «Если Армения снова нарушит режим прекращения огня, она вновь увидит тяжёлые последствия. До этого Азербайджан проявил большое терпение. После этого выбор за Арменией. Либо они уйдут с оккупированных земель добровольно, следуя соглашению, либо героическая азербайджанская армия, как это было, до сих пор вернёт свои земли. Есть реалии жизни. Армения должна подумать о том, какой её будет выгода после установления стабильности в регионе». Важную роль в выполнении соглашения отметил министр Сыграй Центр по контролю за соблюдением прекращения огня. В нём Россия и Турция примут совместное участие. Обсуждение деталей состоится уже завтра. «Будет создана совместная рабочая группа с делегацией, которая приедет из России в Турцию. В скором времени будут известны детали. В совместном соглашении сказано, что Центры и отделы по контролю за соблюдением режима прекращения огня будут расположены на территории Азербайджана». Разрешение армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта будет способствовать укреплению экономических связей и развитию всего региона в целом, отметил Мевлюд Чавушаглу. «Азербайджанские земли будут освобождены от оккупации, откроются транспортные коридоры и от этого выиграют все. В Китае есть «Шёлковый путь» и другие проекты. До Китая выгоду от этих транспортных коридоров получат страны региона, среди них и Армения. Пользу от транзита получат множество стран. Нахчеванским коридором в первую очередь воспользуются Азербайджан, Турция и другие страны региона». Конечной целью соглашения, отметил главами Турции, является освобождение всех оккупированных земель Азербайджана. До этого азербайджанская армия героически добилась успеха в бою, а после слова предоставляется дипломатии.